МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киевское время 20.00. На Интере время подвести итоги дня. В студии Алексей Фадеев. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в Украине день тишины. Закон предписывает прекратить любую агитацию, чтобы дать гражданам возможность самим определиться с выбором. Однако полной тишины в стране нет. Наблюдатели общественных организаций фиксируют многочисленные нарушения. Политическую рекламу хоть и сняли с билбордов, она осталась на деревьях, столбах, фасадах домов и балконах квартир. В Комитете избирателей Украины также отметили очень много скрытой рекламы. Борды, которые сегодня видим в Украине, с символикой, кольровой гамой, обигрыванием прозвища кандидата, это факты порушений агитации. Но, на больший жаль, за это порушение предназначена минимальная ответственность. Там идет про административную ответственность, несколько тысяч гривен штрафа. На нескольких участках в столице выборы хотят сорвать. Об этом заявил начальник киевской милиции Александр Терещук. Правда, при этом не уточнил, какие именно силы готовят провокации и на каких именно участках, но отметил на тех, где эти самые полицилы могут проиграть. Терещук подчеркнул, милиция к таким действиям готова. Охранять в порядок в столице в день выборов будут 5 тысяч правоохранителей. Есть информация, что отдельные политические силы готовят провокации. Они хотят взять журналистов, взять спостерегачей и сделать определенные там заходы. В состав будут входить даже журналисты, крепкие физические статуи подбирают, спортивные внешности. Это криминальная ответственность за данные действия. И поэтому не рекомендовал бы занимать такую позицию. Ну и до сих пор остается загадкой, какую именно партию имеют в виду в СБУ, сообщая о раскрытии конвертационного центра, который обслуживал одну из полицил. Напомним, накануне об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская. Ну а сегодня в сети уже появилось даже видео подтверждение задержания курьера. Как сообщили в СБУ, задержание сопровождалось перестрелкой в центре Киева. В автомобиле курьеров сотрудники службы обнаружили крупную сумму. Ежедневный оборот центра составлял 15-20 миллионов гривен. Деньги использовались в предвыборной кампании одной из политических сил. Какой именно? Интернет-сообщество уже выдвинуло несколько версий, но в день тишины мы не можем их называть. А в СБУ от комментариев пока отказываются. В Днепропетровске, как наблюдателей на местные выборы от общественной сети «Опора» зарегистрировали более шести сотен бойцов окранной фирмы, которая принадлежит Михаилу Кашляку, помощнику нардепа Бориса Филатова. Об этом сегодня сообщило информагентство Минпром-UA со ссылкой на представителя гражданского избирательного комитета Ивана Красикова. Он утверждает, информацию получил сразу из нескольких источников. По его словам, замаскированные под бойцов наблюдатели смогут беспрепятственно заходить на избирательные участки и оказывать давление на членов комиссий. В самой опоре информацию о такой регистрации опровергают. Неприятная история в небе, вполне в духе Агаты Кристи. В Украине обокрали международного наблюдателя, английского лорда. Деньги из его багажа исчезли почти в Восточном экспрессе, то есть прямо в самолете по пути из Киева в Днепропетровск. Подробнее о громком конфузе расскажет Наталья Грищенко. Лорд Ричард Балв, ярый поборник демократии, член Палаты лордов и член Европарламента уже больше 20 лет, в Украину прилетел в составе международной миссии в качестве независимого наблюдателя на местных выборах. Но в первый же день пребывания лорда на украинской земле громкий скандал. Когда в Киеве я садился в самолет, сдал чемодан в багаж. А когда получил его в Днепропетровске, обнаружил, что пропали деньги. Сумма вроде и небольшая, 200 евро. Но дело принципа. Лорд говорит, молния на чемодане была расстегнута, следовательно, кто-то рылся в его багаже. Где именно это произошло, в Борисполе или Днепропетровске, никаких предположений нет. Но сопровождавших лорда людей больше поразил даже не факт кражи. Когда я обратилась к милиции, мне сказали, что извините, мы ничем не можем помочь. Обратитесь в окошко, на что мне представитель сказал. Это не входит в мою компетенцию. Пожалуйста, вернитесь к полиции. Такие вещи не происходят там, где процесс хорошо организован. Если бы такое случилось в Великобритании, то человека сразу бы уволили. И так было бы в большинстве европейских стран. После того, как история получила огласку, милиция моментально начала расследование. Говорят, процесс выгрузки багажа из самолета автоматически фиксируют видеокамера. Уверяют, каждую секунду смогут отследить и установить, кто открывал чемодан. Установлен полный круг лиц, которые имели причастность в аэропорту Днепропетровск до багажа. Также сообщено в линейной отделе Борисполя о том, что имеется такой факт. И параллельно в линейном отделе Борисполя проходят такие же следственные действия. Кто рылся в багаже лорда, обещают установить в течение нескольких дней. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровск. И вновь к теме выборов. До начала голосования в Украине осталось всего 12 часов. Завтра уже в 8 утра откроются избирательные участки. Однако в некоторых городах только сегодня стали перепечатывать бюллетени. В текстах нашли уйму грамматических ошибок. Кто был невнимателен? Умышленно ли невнимателен и успеют ли к выборам напечатать новые бланки, расскажут наши корреспонденты. Скандал с бюллетенями в Мариуполе продолжается. После того, как Центр избирком вчера запретил городской избирательной комиссии перепечатывать бланки в другой типографии, сегодня члены этой комиссии начали получать уже отпечатанные бюллетени. Правда, процесс застопорился, едва начавшись. В типографии нашли неучтенную упаковку бланков. На место вызвали оперативно-следственные группы СБУ и МВД. Сейчас там проходят следственные действия. Прием бюллетеней приостановлен. Я не видел, откуда эта пачка взята. Я даже не видел. Она не скрыта. Как она вскрыта? Она не вскрыта. Запечатанная пачка лежит вон. Значит, по ошибке сотрудников она уничтожена не была. И если они лишние, комиссия уничтожила, и никакого проблем нет. Эта комиссия не имеет права уничтожать. В другом городе Донецкой области Красноармейске выборы тоже на грани срыва. Избирательная комиссия обнаружила в бюллетенях аж 10 ошибок. Вчера ночью комиссия решила перепечатать бланки. А это почти 120 тысяч экземпляров. Единственная типография, которая согласилась в краткие сроки сделать такой заказ, оказалась в 80 километрах в Краматорске. Там сейчас работают две смены. Здесь 50%. И вот видите, уже напечатаны у нас, как бы сказать, тоже сейчас они будут паковаться. Ну, я так думаю, надеемся, во всяком случае, что часов к 9-10 мы уже с этим управимся. Перепечатывали сегодня бюллетени и в Запорожье. Руку к инциденту приложили члены участковых избирательных комиссий сразу двух районов – Хортицкого и Ленинского. Участковые комиссии в неположенном месте стали проставлять номер округом. Это не предназначено ни законом, ни шаблоном бюллетеня. Поэтому данный бюллетень можно признавать как недействительный. Таким образом была испорчена почти треть из 614 тысяч бланков. Помимо этого члены комиссии обнаружили и грамматическую ошибку в фамилии одного из кандидатов в мэры. Территориальные комиссии уже получили новые бланки. Работу над ошибками сегодня провели и в городе Лубны Полтавской области. Там ночью заметили, что в бюллетенях вместо выборы в городской совет написали районный. Решили исправить вручную, перечеркнув ошибку простой черной ручкой и заверив печатью. А вот бланки, где неправильно указали год рождения кандидата, уже перепечатали. Домовились с предприятием, чтобы потом заплатить за это, чтобы Полтавская областная рада своего бюджета заплатит за такую ошибку Лубинской области выборчей комиссии позже. Только сегодня ошибки в бюллетенях обнаружили и в Конотопе Сумской области. Главы шести избирательных комиссий сообщили в правоохранительные органы, что испорчены 14 тысяч бланков. В бюллетенях, например, были записи прозвища и имен депутатов, которые належат к разных партий, а записаны они под названием одной политической партии. Хочу сейчас успокоить. Ситуация выпрямлена. Бюллетни с ошибками уже вылучены и заменены. То есть завтра выборам ничего не перескоджат. Кто виноват в порче бюллетеней во всех этих городах? И было ли это сделано специально? Еще предстоит разобраться с правоохранительным органом, как и в том, целесообразно ли были использованы деньги из госбюджета. Ведь на перепечатывание бюллетеней на этой неделе ЦИК уже выделила дополнительно почти полтора миллиона гривен. Анна Каменева, Ирина Баглая, Сергей Бордюжа, Александр Пантелеймонов. Подробности телеканал Интер. Пятеро раненых. Среди них один нардеп из пропрезидентской партии Андрей Шинькович. Так, в одном из клубов Хмельницкого закончилась драка с перестрелкой. Кому что не понравилось и кто стрелял, подробнее мои коллеги. Эти кадры запечатлела камера наблюдения ночного клуба. За столиком в белой рубашке отдыхает нардеп от блока Петра Порошенко Андрей Шинькович с друзьями. К его компании подходят мужчины из соседнего зала. Разгорается ссора. Затем в ход идут кулаки. А закончилось все стрельбой. Очевидцы говорят, огонь открыла охрана нардепа. Вот видно, как стреляет один из его бодигардов. Я очень боюсь потерять работу, чтобы меня не уволили. Но я действительно видела, как охранники народного депутата достали оружие, пистолет. И он начал стрелять просто по людям в толпу. И промахнулся, попал в своего же народного депутата. Звонок о стрельбе в клубе на милицейский пульт поступил около полчетвертого утра, рассказывают правоохранители. Об инциденте сообщил сам Шинькович. Когда на место приехала опергруппа, ни нардепа, ни его охраны в заведении уже не было. Нам удалось разыскать нардепа Андрея Шиньковича. Он в городском кардиодиспансере, вот в этой палате. Лечащий врач к пациенту с видеокамерой не пустил. И на вопрос, какие травмы у нардепа, отвечать отказался. Я не имею права вам рассказывать, только когда запрос от прокуратуры, або сгоды хороу. Я сам не имею права вам ничего рассказывать. Ну, в общем, что-то важное. Он идет обслеживаться, все. Я вам не могу ничего больше сказать. А когда он поступил? Поступил сегодня в 7 часов. Позже Шинькович сам рассказал все по телефону. Я потрапил в краде, что не спать. А что сталося в ночи сегодня? Сталася провокация, яка, очевидно, вытувалась, а что я не знаю. А кто в вас стрелял, за вашими словами? Ну, вы знаете, я, наверное, не могу сказать ничего. Вот у себя это хлистово. Кроме нардепа в перестрелке пострадали еще 4 человека. У всех легкие ранения пневматическим пистолетом. Все от госпитализации отказались. Так же, как и давать показания, говорят в милиции. Общаться с журналистами тоже не захотели. Правда, не на камеру рассказали. Инцидент возник из-за того, что Шиньковичу не понравилось, как они пели в караоке. В милиции произошедшее квалифицировали как хулиганство. Уголовное производство уже открыто. Егор Логинов, Ольга Сергеева, Александр Шурин. Подробности, телеканал Интер, Хмельницкий. В одесской милиции очередное громкое разоблачение. На взятки попались высокопоставленные сотрудники. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава областного управления МВД Георгий Лорд Кипонидзе. На горячем поймали замначальника и старшего инспектора Куминтерновского райотдела. Более 200 тысяч гривен они получили за то, чтобы помочь группе местных жителей избежать тюрьмы. За такое вознаграждение милиционеры должны были закрыть глаза на кражи, которые совершала банда квартирных воров. Теперь им самим светит срок до 10 лет с конфискации имущества. Закарпатские пограничники и сотрудники СБУ задержали мото-дельтаплан, который прилетел в Украину из Венгрии за контрабандными сигаретами. Кого задержали, Марина Коваль расскажет подробнее. Нелегальное пересечение мото-дельтапланом границы украинские и венгерские пограничники засекли ночью. Вместе при помощи тепловизоров стали вычислять траекторию полета. Нашли и место посадки неподалеку от Ужгорода в поле за селом Великая Добрань. На месте подъя было выявлено сам мото-дельтаплан, трех человек, 12 пакунков тютюновых вырубов и легкие транспортные средства. Двое из них представились гражданами Украины, они все без документов были. Троих мужчин, один из них гражданин Венгрии, который утверждал, что мото-дельтаплан принадлежит именно ему, задержали пока на трое суток до установления личности. А это мото-дельтаплан, переправлявший контрабандные сигареты за один полет до 300 блоков. Такие мото-дельтапланы популярны среди контрабандистов. Их довольно трудно задержать. Летают аппараты низко, могут садиться и взлетать с небольшого свободного участка, например, в поле. Месяц назад подобный дельтаплан задержали у границы со Словакией. Вот что рассказали местные жители. А еще один небольшой самолет, который нелегально пересекал границу с Венгрией и Словакией, и который не могли поймать в Украине, разбился в Словакии месяц назад. Тогда словацкие полицейские предположили, что им могли переправлять не просто сигареты, а даже нелегалов и наркотики. Марина Ковадь, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Крупный канал контрабанды перекрыли под Мариуполем. Тонны металлолома вывозили практически с передовой. Грузовики, забитые до отказа, курсировали не один месяц. Помогал в этом не кто-нибудь, а заместитель руководителя Донецкого погранотряда. В ситуации разбирался Александр Пантелеймонов. Вот так вот, что называется, пилили на металл оросительную систему, идущую от Павлопольского водохранилища. Построенная еще в советские времена система – это тысячи тонн металлических труб. Местные жители рассказывают, когда-то здесь все работало. Начали три года назад тут выкапывать по этим полям, а потом там. А теперь все горит. Первые фуры, забитые металлом, начали тормозить на блокпостах в этом районе еще весной. Решать вопросы уже тогда приезжал подполковник пограничной службы, заместитель начальника отряда. Примерно в конце мая я с младшим сержантом Никоновым, находясь на посту, остановили эти две фуры. В течение 15 минут подъехал военный Омарок, Volkswagen, с нашими военными номерами. Из него вышел подполковник Чесняк, подошел до меня и сказал мне, не шуми, все нормально, отдай документы, пусть едут с Богом. Рейсы продолжались до последнего времени, пока бойцы не задумали целую операцию. В конце сентября очередные фуры с металлом остановили, дождались приезда подполковника и засняли все на мобильный телефон. Это водители фуры, документов у них, как всегда, нет. Что в данной машине в грузове находится? Металлолом. Металлолом взяли. Есть у вас паперы над металлоломом вывоза? Есть у вас паперы? Нет. В данный момент, когда в стране идет война, как хлопцы классно металлолом крадут и вывозят. А рядом уже стоит подполковник на служебной машине. И водители, и их куратора задержали, но, как оказалось, отвечать некому. Подполковник под следствием и на больничном одновременно. Лечится в Киеве. Металлобазу, на которую возили трубы, вроде бы нашли, но доказать пока ничего не получилось. Дело расследуют и в милиции, и в военной прокуратуре. Никакая ответственность от моих подвесных, посадовых людей, представителей правоохранных структур про возможную противоправную деятельность на этой территории не отходила. Почему выкопанный трубопровод обнаружили, уже когда почти все распилили, еще предстоит разбираться следствию. При этом нельзя забывать, в это же время могут копать и пилить где-нибудь по соседству. Война, как говорится, все спишет. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. В Кировограде бизнесмена избили в камере следственного изолятора. За два месяца следователи так и не сумели установить, кто же это сделал. Пострадавший обвиняет милиционеров и сотрудников СИЗО в коррупции. В ситуации разбиралась наша корреспондент Елена Брынза. 38-летний ресторатор Денис Золотарев показывает фото. Так он выглядел после того, как над ним поработали в СИЗО задержанные из соседних камер. То есть у меня вся голова была как месиво. Мужчина рассказывает, два месяца назад суд, подозревая его в растрате имущества, арестовал на два месяца. Впрочем, с правом выйти на свободу в случае внесения залога. 350 тысяч гривен. Пока же она собирала деньги, в СИЗО его избили. Это был заключенный. Там нет замков на камерах. То есть там свободное передвижение. Сначала было пару парней. Потом этих пару парней превратилось в 10 или 15. На мне прыгали просто человек 10. В результате у Дениса множественные ушибы, сотрясения и пять сломанных ребер. Милиция по этому факту открыли уголовное производство. Нанесение телесных повреждений средней степени. И вот результаты двухмесячной работы следователей. Установить тех людей, которые причинили данные телесные ускорения, на данный момент не установлены. Но заходы продолжаются. Удивительно, ведь в СИЗО есть камеры наблюдения, есть и списки тех, кто в этот день находился в камере. В пенитенциарной службе не могут или не хотят объяснить, что произошло. Если были зафиксированы, что у него побои, что его выпускают встанет, когда находятся на обличке следы сын. На это вопрос я неуповноважена давать вам ответ. Выбачьте, будь ласка, у меня все. Сам пострадавший уверен, избиение было заказным. У него хозяйственный спор с мачехой. Не могут поделить наследство, которое оставил отец. Она известный в городе адвокат со связями и в милиции, и в прокуратуре. Мы пытались связаться с женщиной, но безуспешно. Золотарев уже направил жалобу в генпрокуратуру. Считает, что его случай – это яркий пример круговой поруки в правоохранительных органах. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоград. И далее новости из-за рубежа. Самый мощный в истории Америки ураган Патрисия все еще опасен, хоть и перешел в разряд тропического шторма. Сейчас он бушует на территории Мексики, обрушился на побережье страны и продвигается вглубь. В пострадавших регионах работают спасательные бригады, хотя никто из людей не пострадал. Разрушения значительны. Размыты дороги, нет коммуникаций. Президент Мексики обратился к населению с видеообращением и попросил быть на чеку. От Патрисии ожидали худшего. По силе ураган сравнивали с тайфуном Хаян, который унес более 6 тысяч жизней в Азии. Хочу поблагодарить тысячи волонтеров и государственных служащих за работу в пострадавших регионах. Мы не можем ослабить нашу бдительность. Ураган все еще представляет опасность. Евросоюз переходит в кризисный режим работы. Повод для паники все тот же ситуация с мигрантами. Выдержит ли ЕС испытания на прочности? Готовы ли там решать проблему сообща? Расскажет наш Сапкор Светлана Чернецкая. Европа все еще растеряна и бессильна. Беженцы продолжают тысячами пребывать в страны Шенгена. И даже самая стойкая и до недавнего времени самая гостеприимная Германия меняет правила игры. С сегодняшнего дня в силу вступил новый миграционный закон. Он гораздо жестче предыдущего. Теперь никаких денежных пособий беженцам. Помощь будет исключительно в виде самых необходимых услуг. Те, кому откажут в предоставлении убежища, будут депортированы без предупреждения, чтобы не успели скрыться от властей. Но пока никакие ограничения не в силе остановить поток мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран. С каждым днем людям все сложнее добираться до заветного Евросоюза. Обессиленные они ночуют в полях под проливным дождем и отогреваются прямо на границах возле костров. Нам ужасно холодно, все очень устали в дороге, еле добрались. А здесь тоже никакой помощи. Но, слава богу, мы уже в Европе. Шокирующие данные опубликовала сегодня ООН. В организации уверяют, детям беженцев приходится заниматься проституцией, чтобы рассчитаться за перевозку в Европу. Мигрантов часто грабят в дороге или же у них заканчиваются средства. Небезопасно и во временных центрах для беженцев, говорят в ООН. Там насилию подвергаются девочки и женщины. И завтра в Брюсселе состоится экстренный саммит ЕС по проблеме беженцев. Кризисное совещание созвал председатель Еврокомиссии Юнкер. Его главная задача убедить страны ЕС работать совместно, а не открывать и закрывать границы, когда кому заблагорассудится. Ситуация с беженцами уже больше похожа на панику. Каждая страна пытается решить ее самостоятельно. И это действительно настоящее испытание для Евросоюза на прочность. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Экономика России катится по наклонной. И если санкции пока не особо жгут ватные карманы простых, но благодарных граждан, то иностранные инвесторы оставляют страну наедине с любимым лидером. Кто уводит бизнес из России, что станет с рублем и куда забросит Кремль, оставшиеся деньги. Обо всем по порядку. Данил Русаков. Значительно ниже 40 долларов за баррель. Именно такой прогноз относительно стоимости нефти заложило руководство российского Центробанка. В Белокаменной даже не сомневается, стабильного курса рубля точно не будет. Пока его весьма корректно называют плавающим. Точка невозврата это ноябрь 2014. Именно тогда, после ввода очередного пакета санкций, который, как известно, смешат лишь эскандеры, российской экономике пришлось особенно туго. С тех пор деревянный то падал, то поднимался. А вопрос его спасения стал едва ли не национальным проектом. На поддержание курса, по некоторым данным, ежедневно тратили суммы, сопоставимые с годовыми бюджетами Иркутской области. Бюджет федеральный на 2016-й сверстан с пессимистическими показателями. Но вопреки ожиданиям банкиров, чиновники заложили цену на нефть в 50 долларов за баррель. А еще дефицит в 3% от прогнозируемого ВВП. На внешнеполитическом уровне это тоже о многом говорит. Главный бухгалтерский документ федерации уже назвали бюджетом воюющей страны. Только одних расходов на оборону предусмотрено. 3 триллиона рублей. А в целом на нас в безопасность Кремле хотят потратить порядка 32% всех средств. Индексации для пенсионеров и инвалидов не планируется. Как будет вести себя официальная Москва на международном уровне при дефиците средств на внешнюю войну и на социальные расходы внутри сейчас, это, пожалуй, самый главный вопрос. На курсе Кремля сказывается куча разных обстоятельств, но это обстоятельства слабо просчитываемые. Вся политика в России сейчас выстроена в вертикали, где решение принимает один человек без, в общем, особого согласования даже с остальными. Эти решения могут быть какими угодно и абсолютно ни в какую стратегию не будут на него укладываться. Неблагоприятный экономический и усугубляющийся политический климат все отчетливее понимают иностранные инвесторы. Накануне стало известно. Глянцевый журнал «Гео» планирует уходить из России. Издания специализируются на путешествиях и изучении культуры других стран. По всей видимости, владельцы хорошо знают, культура это, пожалуй, последнее, что на международной арене сейчас волнует кремлевцев. Журнал «Форбс», который находится в составе той же медиагруппы, о каких-либо планах на будущее пока молчит. Хотя в стремительно нищающей системе вряд ли кому-то вскоре захочется говорить об успешном бизнесе. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала «Интер». Ну и тем временем, буквально несколько минут назад, из Киева в Москву отправился последний авиарейс. Сейчас в аэропорту Борисполь находится мой коллега Геннадий Вивденко. Гена, добрый вечер. Что по этому поводу говорят руководство аэропорта и сами пассажиры? Итак, Алексей, сейчас идет посадка на ПК заключительный рейс до Москвы российской авиакомпании. Сейчас находится в воздухе украинский самолет оттуда. Он должен совершить посадку здесь, в аэропорту Борисполь в полдвенадцатого ночи. С 25 октября прекращаются пассажирские перевозки по воздуху ровно с полуночи. В аэропорту признают некоторые сложности, но ситуацию не драматизируют. Говорить о том, что данные санкции и потеря того пассажиропотока, который мы имеем с Россией, скажется каким-то образом на экономике аэропорта, я не могу. Снизятся наверняка темпы роста доходов аэропорта, но незначительно. Напомню, месяц назад украинские власти запретили ряду российских авиакомпаний полеты в Украину. Те летали в оккупированный Крым, что нарушают украинское законодательство. В ответ российские власти запретили практически всем украинским авиакомпаниям летать в Россию. Вот теперь уже нельзя никому летать. Пассажиры одного из последних рейсов на Москву недовольны. Им теперь, судя по всему, придется добираться с помощью пересадок в Молдове, Белоруссии или странах Балтии. Лишнее время, лишние деньги и, в принципе, лишнее неудобство. Вместо полутора часов перелета придется тратить как минимум четыре, а то и больше. Одно расстройство. К сожалению, не смогли договориться. По-моему, вчера проходили переговоры, в результате которых, к сожалению, никто ничего не решил. Ну и между тем, сегодня стало известно, что Росавиация вышла с предложениями Украине все же как-то урегулировать этот вопрос и как-то возобновить рейсы. Так что, судя по всему, их сегодня нельзя назвать последними. Скажем, как говорят летчики, это были крайние вылеты. Алексей. Геннадий, спасибо. Я напомню на прямой связи со студией был наш корреспондент Геннадий Вивденко из Борисполя, откуда несколько минут назад вылетел последний прямой рейс на Москву. И еще немного короткой информации из разных частей мира. Сколько стоят часы, побывавшие на Луне? Билеты на поезд Тегеран-Москва поступили в продажу, китайцам предложили делиться с женами. И Барак Обама в образе сердитого котика. Об этом не только смотрите далее в нашем обзоре. Сердитый котик Обама. Президент США на публику изобразил популярное в интернете животное, сравнивая с ним республиканцев. В Вашингтоне на форуме женщин-демократов глава Белого дома обратил внимание на пессимистическую риторику членов республиканской партии. Они все время угрюмы, как сердитый котик, заявил Обама и тут же скорчил гримасу. В Китае мужьям предложили делиться с женами. В стране на 100 девочек приходится 118 мальчиков. Ситуация критическая, особенно в селах. Чтобы исправить серьезный гендерный дисбаланс, профессор китайского университета предложил устроить своеобразную благотворительность. Женатым мужчинам делиться своей половиной, к примеру, с другом-холостяком. Идея ученого вызвала бурю негодованию женщин, которые обвинили его в аморальности и сексизме. Из Тегерана в Москву на туристическом поезде британская компания предлагает клиентам прокатиться из иранской столицы в Российскую вдоль Великого Шелкового пути. Длина маршрута около 10 тысяч километров. Путешествие рассчитано на 17 ночей. По пути состав будет делать остановки в исторических местах на территории пяти государств. Минимальная стоимость поездки 21 тысяча долларов. Самые дорогие билеты по 80 тысяч. Единственные побывавшие на Луне личные часы проданы с аукциона. За хронограф астронавта Деева Скотта неизвестный выложил 1 миллион 600 тысяч долларов. Перемечательно, что на поверхности циферблата сохранилась лунная пыль. Скотт надел свои часы поверх скафандра, когда механизм хронографа, предоставленного ему НАСА, сломался. Это произошло при высадке на Луну в 1971 году в ходе миссии «Аполлон-15». На Мальдивах вице-президента заподозрили в попытке взорвать президента. Ахмеда Адиба арестовали по делу о предполагаемом заговоре против главы государства Абдула Ямина. Месяц назад, когда президент с семьей возвращался домой после совершения хаджа в Саудовской Аравии, на борту катера прогремел взрыв. Ранения получили супруга президента, его помощник и телохранитель. Сам Ямин не пострадал. Забота с истекшим сроком годности. Он по ошибке отправил ассирийцам просроченное печенье. Жителям осажденных городов за боданием Адаия привезли 650 коробок с лакомством, 320 из которых были наполнены печеньем, срок годности которого истек еще в сентябре. В ООН причины недоразумения назвали человеческий фактор. В организации заявляют печенье, не предоставляют угрозы здоровью и обещают исправить ошибку. Наш выпуск подходит к концу, а вот коллеги из подробностей недели в эти самые минуты готовят завтрашний итоговый выпуск и вот о чем будут рассказывать в день выборов. В это воскресенье на Интере. Ночь выборов. Узнаем результаты. Обсудим победителей. Увидим все, что пытались скрыть. Кому достанутся Киев, Харьков, Львов и Одесса? Сколько голос стоит и кто они, технические кандидаты? Наши камеры повсюду. За подсчетом следим онлайн. Реакция политиков из первых уст. Нарушения на всю страну покажем. Четыре часа прямого эфира с восьми до полуночи. Что победит на этих выборах? А главное, какой ценой? Узнаем вместе в это воскресенье. Ну и перед прощанием стоит напомнить, сегодня ночью Украина переходит на зимнее время. Чтобы завтра все запланированное состоялось, не забудьте перевести стрелки на один час назад. И да, большинство компьютеров и смартфонов сделают это сами, не мешайте им. У нас все сообщения, следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. Ну а в прямом эфире увидимся уже завтра утром в восемь. Не пропустите выборы. Хорошего вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова